Господи Иисусе Христе, Сыне Божий, помилуй меня грешного. Номер 1055. События дня. Второзаконие 25.17. Помни, как поступил с тобой Амалик на пути, когда вышли из Египта. Как он встретил тебя на пути и побил сзади тебя всех ослабевших, когда ты устал, утомился и не побоялся он Бога. Итак, когда Господь Бог твой успокоит тебя от всех врагов твоих со всех сторон на земле, которые Господь Бог твой дает тебе в удел, чтобы овладеть ею, изгладь память Амаликой из-под небесной. Не забудь. 1 Коринфян 10.6.11. А это были образы для нас, чтобы мы не были походливы на злое, как они были походливы. Все это происходило с ними, как образы, а описано в наставлении нам, достигшем последних веков. Я это выставляю не случайно. У меня очень много друзей и достаточно врагов. И враги добивают тех, кто ослабел где-то, чтобы они слушали их, в первую очередь, на меня что-то, как говорят, бочку накатить. Она пустая только и гремит. И начинает его заливать. Жирное, разжиревшее. Ничего своего у них и нету. А только этим Амалик занимается. Там женщина с ребенком присела за кустик. Они заранее на пути-то видно, где идут? Вот как, когда по пустыне тут шли, когда с Японией война была, они там под кустиками сидят у каждого на спине. Там какая, мина противотанковая. Они под танки бросаются и взрываются. Это вот то, что делали они. Они убивали. Убивали ослабевших. И, конечно, думали, теряли, шли дальше. А Господь говорит, и так, все это забывается. Тело заплывчатое, а дело забывчатое. Но вот это не забудь. И этим, которые нападают на тех, которые со мной в друзьях в моем мире, это особенно легко узнать, кто друзья, и наседает на них всякую гадость, в первую очередь на меня, говорит, то есть добивает, их отодвинуть надо, выбросить. А сами нигде. Нигде их нет у этих людей. То есть это синдром падшего демона. Сам погиб, и затащу других. ДС. Дьявол, сатана. И они обязательно наткнутся на меня, где бы они ни бегали. Ну, немного и успеют. Но они успевают, вот добивал их. Что? И побил сзади тебя всех ослабевших. Сзади они идут, такие неактивные. И бывает прислушались, а дальше еще. Да как я мог? Я сказал, занеси в черный список, отойди. У них ничего нету. Это потомки Амалика. Господь изгладит память их из-под небесной. Ты только не забудь про это, что они делают. Наше объявление. Тут все без обмана. Ролики поставили, как умерла сестра. Дети остались. И муж вот такой. Кто желает помочь, попросили открыть тут фонд. Дети подрастают. И учиться там надо где-то. Платное все. Повторяю тут, все без обмана. И ни одна копейка, ни одна полушка никуда не потерпится. Без совета, как написано здесь и со всей общиной. Все это открыто делается. А если сомневаются, хоть на один процент, уже не надо сюда кладить. Не надо портить общее добро. Сомневаешься? Ну не давай. Зачем? Чтобы ветер развивал все это. И вот эти, которые нападают где-то, везде. Я, хочешь, людей, даже не пишу фамилию. Ничего нет. Они сразу находят их. А иногда даже просто вопросы ставлю, скрываю. Ну почему? То есть они нападают, эти омаликитяне. Сергей, спаси Христос. Справку распространил. Это отец Аким получил справку, когда поехал от патриархии. Там, где надо. Чтобы волки свой язык лживый прикусили. И не лгали на святых по Божьей благодати мужей, соработников Господа Иисуса Христа. А кто вы такие? Епархия. Да разве она выдает такие справки, которые отошли совершенно. Какие-то там даже осколки, зарубежные церкви где-то. Я не против них. Но им-то они никогда не дадут. Там они не служат нигде, ни разу. У нас митрополит служит. Ну, злоба отнимает глаза. Предвзятость не дает здравомышления. А злоба вообще, злоба отнимает разум. Мы, я сказал об этом. Это хорошо, но там печати нет. Сейчас я выслал с печатью. Потому что это удостоверение было у отца Акима там. Ну, вот тут удостоверение. Я могу даже показать его. Вот оно. Как-то увеличить надо. Я не знаю. Вот видите, тут видно, что это бланк. Барнаульская епархия. Увеличить тут я не могу. У меня все закрыто. Ну, постарайтесь как-то. А, а что я думаю-то? Надо вот показать, увеличить. Ну, вот так. Это об этой справке он и спишет. Так, сейчас-то мне надо показать дальше, что у нас за день было события дневные. Наталья Чернова. Спасибо вас, Христос Игнатий Тихонович. Слушаю ваши ролики, занятия по скайпу смотрю. Обнимаю вас и хвалю Господа за встречу с вами. Ну, она была здесь с сыном Илюшей у нас позапрошлом году. Ну, в прошлом году. Значит, еще в семнадцатом. Вот пишет. Здравствуйте. Данное высказывание приводится в Гемария. И вам вот 64а. Кавычки. Почему наши праотцы были бесплодны? Потому что Всевышний жаждет молитвы праведников. Прежде чем перейти к объяснению этого высказывания, давайте более четко определим, что конкретно здесь неясно. Мне кажется, что неясность этого высказывания можно свести к четырем основным вопросам. Первое. Обычно молитва воспринимается как средство для получения своих нужд, но не как самоцель. Как Всевышний может желать, чтобы мы к нему обращались с постоянными просьбами? Ну, не знаю. Золотовус так и говорит, чтобы мы чувствовали зависимость, что мы немощные. Это Бог желает. Постоянно молились. Так. Я свои комментарии даю. Дальше. Как можно сказать, что Всевышний вообще чего-либо желает или жаждет, если он самодостаточный и абсолютен? Ведь желание указывает на некий недостаток. Да нет, конечно. Антропоморпизм, очеловечения. Что было понятно. Простру сапог мой наедом. Да что у Бога? Сапоги, что ли? Ну, же так понятно-то. И раскаялся Бог сотворил человека. А раскаивается, кто не знал, что будет впереди. Женился на какой-то. Она оказалась вместо хорошей той жены, вместо ангела превратилась в ведьму. Она сама говорит, стерва я, стерва. Вот. Это в фильме одном показано так. Ведь желание указывает на некий недостаток. Третье. В чем провинились праведники, что им посылается страдание, которого они не заслужили? Как это вписывается в систему награды и наказания? Да не надо вписываться. Вот это по полочкам раскладывать. Бог дал наказание, и все, ты неси его, как ел. Как это вписывается? Проказы покрыты. Все уйти, это дети погибли. Как это вписывается? Какие-то... Ну, вопросы-то совершенно непонятные. Вот копаются где-то. Четвертое. Почему творец жаждет только молитву праведников, но не молитву простых людей? И нигде этого нету. Нигде в Библии нету. Бог слышит всякую тварь. И птенцы-вороны взывает к нему. Птенцы-вороны. Ну и дальше. В книге «Такой-то, такой-то» Ильягу письмо своему ученику дает объяснение, которое отвечает на все эти вопросы. Именно. В этом высказании имеется в виду, что творец в силу своей безграничной доброты жаждет дать праведникам возможность приблизиться к нему посредством молитвы. Объясню, что имеется в виду. Прочитайте сами. Прочитайте сами. Познакомились. Увидели, какие бывают хорошие ответы и прочее. Вот я поясняю. Слово «Израиль» и «израильтяне» встречается 2340 раз в Библии, плюс 227 вне канонических. Итого 2567 раз. «Израиль, это да все зло идет по всему миру», – вот эти слова говорят. А сами считают псалтири. Псалтири 61 раз слово «израиль», «израильтяне». Ну, маленько-то посмотрите, 2567 раз. Ну, тут ролик выставлен был в беседе с Александром Калининым, который вернулся из заключения против фильма «Матильда». Там, что они поджигали машину, угрожали. Мы, когда-то, я все отвечаю на вопросы так разрозненно. И спрашиваю, а кто он такой Калинин? Ну, кто? Что о нем есть здесь, и все. Я к этому добавлю. Так нигде он не говорит, что он убийца. Послужил убийству женщины, которая веяла ему. Он везде людей как бы заводит. Идет впереди, вот на мясокомбинате. Специально козел такой он заводит. А его отпускают, остальные все пошли под нож. Так и столько людей пострадало через эти... Если это на церковь падает, на православную, нет, он хороший. Хороший. И вот 4 июня, запомни, Зосима разбойник был. Всегда вижу перед собой дитя перечаше. За что я убил его? Ушел в мир властям и сдался властям. И был казнен. Очень желал своей кровью омыть преступления. Вот же тести. То если бы так поступил-то этот человек-то. А то ведь не так. И опять улыбается, подхихики ведь сидит. Михаил Домнич. Спаси Христос вас, ваших близких, Игнатий Тихонович. Весточка от вас всегда, как теплый лучик солнечного света, в столь непростой для всех нас период испытаний нашей веры и упования на истину. Надежда на лучшее в ожидании любви Господа нашего Иисуса Христа. Помогай нам Бог. Сергей, мир вам. Это видеоролик-интервью со скандально известным Александром Калининым, которого освободили после года отсидки 21 сентября в Бутырке за поджог против режиссера-учителя за уничижительный фильм «Матильда» против царственного мужчинника Николая II. К своему аресту он отнесся положительно, говорит, что его Бог спас, и от него самого, чтобы он не натворил из благих намерений ничего ухудшего. Костин он признал неправомерность своего проступка, но прямо об этом не сказал. В прошлом он был судим за участие в разбойном отпадении в группе лиц на его знакомую пенсионерку, которую убили его подельники. В Бутырке в камеру к нему подсаживали православных грешников, где они читали духовную литературу и молились. Сны, которые ему снились, храм, алтарь Блаженная Матрона, он записывал, анализировал и находил в них знаки для себя. Священник, который туда приходил, прищищал и исповедовал его каждую неделю. В разговоре с Сергеем Козловым, которого он знал до своего ареста и бывал у него дома вместе со священниками, Александр Калинин ничего не сказал, как он намерен жить дальше. Суда над ним еще не было, но будет. Тюрьма для него оказалась местом покаяния и вразумления. Он уважительно оценил добрые к нему отношения работников этого учреждения. Его манера рассказа с подхахатыванием свойственна многим людям, но за собой это не замечаешь, пока не увидишь себя со стороны. Он иногда ссылался на стихи из Нового Завета, например, апостола Павла, но не цитировал их, а интерпретировал, что говорит о недостаточном усвоении и мучении Господа Иисуса Христа, который в порыве ревности к дому молитвы Отца Своего повыгонял из храма торгующих и покупающих, но не устраивал поджогов и нападений. А обличать согрешающих надо для их вразумления, как об этом писал апостол Павел. Но начинать нужно с бревен в собственном глазу, чтобы помочь убрать соринку из глаза другого человека. Бревен это большие там, большие. И судим был, и сидел, и нигде никогда не говорит, а все видения, сны, воскресал. Вот это вот, это хитрость. Спаси Господи парализованного. Вот уже 17 лет Сергея Козлова из Воронежа, который опубликовал этот видеоролик по скайпу с Александром Калининым. Ну что, низкий поклон Сергею Козлову. Это герой нашего времени. С таким трезвым разумом. Огненное искушение, не чуждайтесь, называется. Это я все с интернета беру. Сергей Игнатов. Спаси Христос. У Игнатия Тихоновича есть его книга о двухстах русских и трехстах зарубежных поэтов. По вопросу, что они писали о Господе. Не только о Господе, а именно по разным вопросам, конкретным каким-то. Вот, допустим, какое участие они приняли по этой подготовке революции. Или что сказали о семье. Мне студенты задают вопросы. Я отвечаю, это университетские знания. Он знает хорошо не только литературу и поэзию, но также и музыку. Это помазание их Божие, призванное им на служение Богу. Поэтому я обращаюсь к нему на «ты». Все буквы заглавные. Как своему духовному отцу во Христе, будучи пока недостойным православным христианином, грешным рабом Божиим и одновременно чадом его Божьим по благодати. Богу нашему слава. Алексей М. Мир тебе. Это иконописие. Всю жизнь иконы рисует. Ну, не всю жизнь, но большую часть жизни. В церковь сейчас зайдешь, а там один сухой обряд. Ни сердцу, ни уму, никакой пользы. А вокруг иконы. Он же в этом храме рисовал из Казахстана. Свечки, записочки. О Христе вообще не вспоминают. Во главе угла стоят святые матронушки. Если нет в душе Духа Христова, то зряшная трата времени. Может вообще не ходить, а? Да нет уж, Алексей, ходи, отвечай. Ходи. И поприще открыто трудись. Действительно, все пишет как надо. Какой-то Игорь Добавкин. Не знаю, что это. Тихонович, пересмотри ролик Дудина. У него глаза бугая и пальцы к губам прикладывает. Это первый признак лжесвидетельства. И мимика лица показывает о заказухе. То есть против меня. Я в свое время занимался допросом. Что мне подсказывает, что он покается скоро. То есть может покаяться в этом. Вот такой Игорь говорит. Дальше. Михаил Элизар. Кто этот Калинин-то? Это тот, который пытался христианское государство создавать, типа ИГИЛ. Это он сжег кинотеатры и прочее. Это называется экстремизм и религиозный фанатизм. Этот Калинин какой-то странный, негативный тип. И не внушает доверия. Из-под ролика того я взял. Татьяна Болдырева. Ну да, бедный, такой несчастный. На всю страну себя жертвой выставил. Лишь бы не мешали ему бабло срубать. Один интерес жизни – деньги. А то, что многих в осуждение загнал, неважно. Я почему поставил это? Полностью согласен с этими. Что говорят Михаил и Болдырев. И Петр Михалев. Священник. Москвич. Правда ли, что Александр был судим за убийство. И был признан виновным? Ну вот, видите, вопрос. А он никогда об этом не говорит. Вот интересный у меня материал тут хотелось показать. Русь и как там самосуд был. Когда крестьяне на Руси устраивали самосуд. Вот послушайте, кто у нас в комнате. В 1864 году вслед за отменой крепостного права в России последовала судебная реформа. Она должна была дать возможность крестьянам защищать свои права. Но крестьяне вплоть до советского времени справедливым почитали лишь самосуд. Дикие и жестокие расправы, которые воспринимались как забавы, приводили в ужас царскую полицию. И даже массовые казни не могли выбить из головы крестьянина мысль, что только свои судят правильно и по-божески. Вот это показывает о том, какая она была святая Русь. Закону не доверяли. Самосуд. А самосуд это, посчитайте, стихотворение Евгения Евтушенко. На базаре поймали вора. Я его здесь не выставил, но постараюсь выставить потом, может быть. Чаще всего судили сходами, судами родителей и старших, соседей. Наказывали воровка, накрадов, прелюбодеев и пропивших имущество семьи. Здорово, конечно. Виноватых водили по деревне под смех и крики, стучали по привязанному на спине ворованному имуществу. Публично пороли, истязали и даже убивали. Самым страшным для крестьянина было осрамиться. Публичный позор порой был хуже смерти. Задобрить сход можно было только одним. Напоив всю деревню. Это Святая Русь. Например, был такой случай в Смоленской губернии. Попал под подозрение за кражу овса некий Михаил Бухарин. Собравший сход староста, сказал ему, признавайся, и мы тебя просим. Мужик признался. Стал просить прощения, пообещал полведерка водки. Водку привезли, выпивать сбежала вся деревня. Это Святая Русь. Как водится, не хватило. Михаил привез еще полведра водки, чтобы задобрить односельчан. Когда водка кончилась, в очередной раз мужики стали вновь возмущаться. Теперь усякой скажет, что родимские овсяники друг у друга овес воруют-то. А за то, что энд такую славу положил на нашу деревню, бей его, братцы, в ухо. Испугавшись, Михаил с сыновьями бросился домой и запер ворота. Но раззадорившиеся мужики последовали за ним. Подсадили одного из крестьян, тот перелез через забор и отпер ворота. Михаилу ничего не оставалось сделать, как выйти и снова просить прощения. На что мужики снова потребовали водки. Хозяин ответил, что денег нет и стал ругать мужиков разбойниками и пьяницами. А те, разозлившись, сняли колеса с телеги, стоявшие во дворе, и пропили их. Колеса в деревне. Этого тоже показалось мало. Михаилу вывели на публичный позор. Привязали ему овес на спину и повели по деревне. После снова пригрозили расправу. Он заложил в кабаке свою свиту, привез еще водки. И только тогда, окончательно захмелев, крестьяне угомонились. Обращение к земскому начальству могло обернуться для жалобщиха по еще худшими наказаниями. Слава Иисусу Христу! В Орловской губернии улечили за кражу холста Анну Акуличеву. На сходе решили провести ее по деревне с холстом на спине и пропить ее праздничный наряд. Пришли во двор, вывели Анну. Та, по случаю праздника, была в нарядной рубашке. Выпачкали рубашку дегтем. Перевязали бабу вожжами, привязали холст и повели по деревне. Сбежался народ, но посмеяться не получилось. Анна шла гордо с поднятой головой и презрительными усмешками. Подвели ее крики и облили водой, но вместо того, чтобы голосить, как положено-то, и прощение вымолить, Анна молчала, чем вызвало всеобщее недовольство. Перевели ее обратно домой, но стоило развязать бабе руки, как она вскочила в стенцы, схватила висевший на крике цепь, хлеб молотят, и стала молотить всех, кто под руку ей попадался. Староста прихазал схватить Анну и посадить подорез в амбар. Но она сбежала от разъяренной толпы. Крестьяне из другого села научили ее пожаловаться земскому начальнику. Тот, выслушав историю, вызвал старосту. Староста все подтвердил и сказал, что так, где у них делается испокон веков. За это старосту арестовали на два дня. Вернувшись домой, он собрал сход и сообщил о доносе, из-за которого пострадал. Порешили, что Анну накажет ее муж, который даст ей 30 ударов кнутом без всякой пощады. А если же пожалеет, то его самого выпарют. А они же впредь выказывают всем миром презрение и плевать в ее сторону. Вывели бабу. Мужик приказал ей ложиться. Но она стояла, словно не слыша его. Он схватил жену за волосы, потащил по земле, схватил ее за руки и за ноги два крестьянина. И так держали, пока муж бил ее со всей мощи. А остановил его только староста. Муж отправился в дом за приличным нарядом жены, чтобы отдать его на пропойто. Но оказалось, что Анна уже успела спрятать его у родственников. С той поры на Анну ополчилась вся семья. Муж каждый день дрался с ней. С горя она стала распутничать. Ребятишки закидывали ее в грязь и всякий плевал. Как было постановлено на сходе. И она решила уехать. Вытребовав у мужа паспорт, пешком ушла в Орел. А после переехала в Одессу. История ее, как женщины смелой, была рассказана в Орловском вестнике. Не щадили крестьяне и барских слуг. В Саратовской уже губернии, в селе Долгоруково жили в 1887 году две сестры, вдовы. Они держали имение. И спасу им не было от местных мужиков, которые тащили все, что плохо лежало. Не было такой жестянки, которую бы они не украли. Прекрасный сахарный завод превратили в развалину. Управляющий либо должен был сам с ними воровать, либо его колотили в укромном месте нещадно. Сестры уже хотели продать имение. Но тут приехал к ним из Польши агроном Станиславский, который взялся навести порядок. Он был смелый, недюжиной силы. И в первый раз, выйдя к собравшимся крестьянам, пригрозил им ружьем и пистолетом. Я знаю, что все вы воры, но теперь ваши грабежи кончились. Крестьяне спорить с ним не посмели. Уж больно силен. Передушит, как кур. Но про себя подумали сплести заговор. Если вдруг поляк кого обидит, то бежать всем миром и бить его. А знаком будет церковный набат. Аж днажды Станиславскому доложили, что крестьяне выпустили свой скот на барские земли. Они так делали всегда. И на приказ уйти не реагируют. Станиславский сам прибыл к ним. Потрясая ружьем, он потребовал увезти скот. Толпа окружила его. Все орали. Особенно старался один плюгавенький мужичок, которого управляющий схватил и так сильно дернул за бороду, что вырвал клок. Тот упал на землю, завопил. Убивают! Тут же отдали команду жарить в полах. Загудел церковный колокол. И жаждущие расправы, крестьяне примщались на поле. Это святая Русь. Управляющий попытался отступить, обещая пристрелить любого, кто встанет у него на пути. Толпа замешкалась. Но какой-то мужик прыгнул сзади на поляка. Тот случайно выстрелил и попал в живот стоявшему рядом мужику. Судьба управляющего была решена. Он пытался бежать через овраг. Но кровь заливала ему лицо. И он не заметил, что за деревом притаился с вилами один из крестьян. Мужик всадил вилы в грудь управляющему. Подоспели остальные. Разорвали его на куски. Били долго и даже мертвого. Повторяю, это святая Русь. Конечно, храм в селе был и все. Вот вообразим такое сегодня. Даже говорить нельзя. Ну, были бы там кто-то баптисты, лютерани. Ну, делали бы они это или нет. Закон они признают. Опомнились только на следующий день. И перед прибывшими следователем оправдывались. Да я его только хворостинкой. Подстрекателем оказался сотник. Который первым должен был прийти на помощь управляющим. Но прибыл на поле, когда уже все кончилось. Его казнили. Другие отчаянно трусили, не понимая, за что их судят. Тридцать четыре человека повесили. Более ста отправили на каторгу. До последнего крестьяне были уверены, что поступили с жадным барином правильно. Повторяю, это святая Русь. Почему? Не учили. Ну, были бы там все, как сейчас в стране у нас православных, там сто миллионов и прочее. Давайте вообразим так. Ну, и президент ходит в православные храмы. Я просто рисую картину. Президент был бы баптистом. Свободным. Также обходил бы молитвенный дом, как президент в церковь. И сто миллионов баптистов. Было бы то, что в стране у нас сейчас или нет. 20 тысяч абортов. Когда у них по 18 детей есть. Это православие. Святое наше православие. Ну, давайте, как говорил Солженицам, похребнут из себя, проскребем хотя бы раз за другой. Или это все липо. Так мы сегодня это видим. Я 18 лет сотрудничал с тюрьмой. Я не знаю, 90% с лишним, наверное, православные. Все матершинники 100%. Курящие почти 100%. Может быть, 99% только курят. Я знаю, о чем говорю. Я сидел в камере. Не в одной тюрьме, а в пяти тюрьмах. Это православие наше. Бывает, попадают и баптисты. Но там его все знают, что он худо делает. А здесь нет, мы православные, попробуй, скажи. И никто его там не исповедует в тюрьме. А здесь попал он к ним туда тоже. Убийца попал. И теперь он каждую неделю причащается. И поп даже не знает, что делал человек. Экстремизм. Да за самые малые дела. Квачков-то что там сделал? 14 лет намотали. А здесь призывал. И тут же в ролики... Другие ролики-то идут, где там учитель Алексей-то. Ему угрожали. С охраной ходить только надо. И же поджоги были. Ничего, где-то что-то сделали, выпустили. А почему? Потом будет разговор, почему. Это необходим этот человек. Необходим. И может, по договору с ним так и было. Посидишь маленько, выйдешь. А дальше кормить будем. Мы сейчас слепые, что ли? Не видим ничего. Еще день. События дня. Сижу дома. Милостью Божией. Кто-то приходит, друзья. Тут больше всего в интернете приходится, видите. Вот покажу. Вот что-то пишет Артем Малых. Артем. Что он тут пишет? Это я еще не видал. Без церкви нет спасения. Это мой материал. Вот так. Я сейчас буду побольше сделать. Что-то интересно я выставлял. Это я ему послал. Вот так прочитайте это, если можно. Что-то все доброе. Что-то слово заметьте. Ну, затормозите просто и... Артем. Мировым Игнатий Тихонович. Такой вопрос. Можно ли крестить ребенка, если нет ни крестного, ни крестного? Имеется в виду, если родители не видят тех, кто мог бы привести ребенка к Богу в роли крестной. Конечно, можно. Они никакой роли не играют. Никакой. У меня были крестники, когда я был верующий, и они меня избрали, а потом детей не допускали. Это обман все. Я ни одного случая не знаю, чтобы крестные воспитывали. Раньше было, если родители погибали, крестные докармливали его, выводили в люди, а сейчас ничего этого нет. Так что священник пусть решает. Это все фиксы. Иногда крещение принимает ребенок, и тут же сразу принимает эти кумовья, кум, крестные. Они ничего не знают. Главное выпить и все выпить. Вот о чем сейчас впереди читал. Ну вот, и наш православный форум, вот как он есть, Игнатия Лапкина. Поставьте и найдете. Вчера заходит один ко мне, интересный так. Ну просто интересно. Вот. Люди-то разные. И задают вопросы, а мне вопросы эти скидывают. Вот один, Дмитрий Горякин. Большой человек. Ну тут раздернутые фотографии, все. Я подготовил вопросы для скайпа. Можно ли будет с вами связаться в ближайшую субботу? Ну можно. Кристина Кристич, город Москва. Спасибо, Христос Вас, Игнатий Тихонович, за ваши труды и подвиг поста и молитву. Это администрация наших ресурсов. С контактов мне перекидывает. Я отвечаю, они им перекидывают. Почему сами не заходят? Я нигде не бываю. Я бываю только на своем форуме. На нашем, в моем мире. Я показывал, где вот он, мой мир, как я в шапке. А нигде с голубем. Это там контрольные сделаны. Только сюда. А перекидывать, что это? Это еще не даст. Вот мои ответы, которые люди получают. Ну и еще тут было интересно, сейчас покажу. Это мои ответы, которые я даю, перекидывают. Вот. Администрация. Лидер Святой Руси арестован за давление кинетраты Матильды против главы движения. Вот, почитайте. Источник Рио Новости. Я выверну назад. Я не заметил, что не помещается. Вот там о нем что было. И тут пишет, как он зашел к женщине. Открыла дверь, им она не открывала. А тут рядом стоят убийцы. Ну и убили женщину. И нигде об этом не говорит. Нигде. Все воскресал он. Вот он тогда был. Тут ролики его. Какая борода я приехал, там ничего и нет. А в тюрьме не стригут бороду. Он не осужден был. Это сам уже так. И опять. Бородой завлек. А теперь все кончилось. Ну, тут ролики посмотреть. Вот он где говорит. Это на наш форум зайти только. Вот рождение Рома Квасков. Вот что пишет. И, наконец, самое интересное. Сергей Полтораков. Тройственный. Только я увидел лицо, вот так дальше и не видел. Я думал, будет говорить что-нибудь об еде. Ну и так и есть. Вот сами посмотрите. Фигура какая. Я по частям его показываю. Целиком он не вместится в вебку. Вот дальше. Видите, какой он серьезный. Ремень крепкий держит на две застежки. Ну, пожалуйста. И он заботится обо мне. Видишь, какой крепкий верующий. Настоящий православный. Вот. Прочитайте. Он прямо судит меня. И, ну, что сделаешь. Фарисея осуждали апостолов. Щадят немытыми руками. Это другое. Вводите любви в соблазны, искушения, Игнатий Тихонович. Что я говорю. На чашкой, на тарелке не склоняться. Так и охота его погладить. Вот тут и пуговки у него держатся. Ну, значит, рубашка видно с размером. Ну, посмотрим еще раз. Видите, довольны всем. Благослови, о Господи. Воротничок расстегнутый. Бородка постриженная где-то. Довольный его одобряет. Он не соблазняет никого. А Иуда говорит, говорит, и утучняет себя без страха. А Златоуз говорит, куда ты наел эту мамону-то, говорит. Что ты, готовится город к осаде? Или тебя, как барана, хотят жертву принести, чтобы жирный был? Это интересно. Он на меня нападает. В чем-то он чувствует. Зачем его говорить? Он уже эту казнь держит. Ему до половины моего срока не дожить. Они рано скопылись. Это сердце должно накачивать кровь каждую клеточку. В нос. Это везде все жиром покрыто. Лоб. Выкатились от жира глаза их. Это псалмопевец говорит. То есть они вот такие все пучеглазые. И дальше что у него? Вены на ногах. Глаукома. Букет. Ну, я ему ответил. А ответил вот где. Сейчас я покажу 37-й. Где ответил? Вот он. Рома Квасков. А здесь это он. Дмитрий Горякин. Это ему ответил. А вот он, Полтораков. Счастье ему. Я ему отвечаю. Только не волнуйтесь. Склоняйтесь и не разгибайтесь, если сможете, к тарелке. Приятного и полного всеобъемлющего вам аппетита до конца скорой жизни. Нет. Не я понял, что не нужно ложиться в корыто. Там Василий Великий сказал, что всякая скотина и птица наклоняются к пище, к тарелке. И только человек подносит ее к себе, если он еще не до конца скотинился. Избави Господи от объедения. И далее. Об объедении. Здесь я выставил материал с истинного православия. Книга у меня. И вот сюда вот. Я сейчас его прокручу. Это стоит того. Вот так. Вы тормозите и прочитаете переедание. Тут что говорит Библия о переедании? Что говорят святые отцы? Что говорят каноны, церкви, жития святых? Здесь все взяли. Вот читаем Библию. Иеремия 5, 28. Переступили всякую даже меру во зле. Не разбирают судебных дел. Дел сирот. Вообще. Утучнел, разжирел, стал упрям, и оставил он Бога, создавшего его, и презрел Тривердыню спасения своего. Второзаконие 32, 15. То есть нигде не одобряется обжорство, лишний вес. А сколько вот он у него вес? Это ну я не знаю сколько, но килограмм-то 50 точно. Тут недавно один мужчина 45 килограмм сбросил, две фотографии показывают. Я видел такого мужчину, который сбросил 70 килограмм. Показали. Дальше он стоит, смеется. Такой стройный мужчина оказался вместо вот такого человека-то. И штаны так оттягивает впереди себя и смеется. А там еще двоих надо. У нас тут был священник, метр шестьдесят пять росту, сто пятьдесят три килограмма весу. И что-то не знаю, от него его жена, кажется, нам отдала, но я кому-то отдал. Что-то было, я не знаю, такое. То ли новые брюки или что-то. Так мы вдвоем залезли показать с двумя ногами. Я к нему приходил на дом. Самое-то страшное наступило, когда хоронили его. Как раз было майские праздники. А его в церковь надо поставить. Он здесь местный был священник. Отец Симеон. Фамилия Ватитов. Я у него был, работал, помогал. Хорошие отношения были. И все знали, что он сейчас поплывет. И под него специально сварили такой огромный таз. Это как, не знаю как, ну прямоугольный, как гроб под гробом стоит. Но борта-то сделали невысокое. А в церкви-то склоняться надо. И туда там натекло. Натекло этой жижи-то с него, кровавый. И когда стали сносить, а ветер такой идет, сушь такая стояла. Народу много. И как только они склонили его, таз-то, а на людей там много несет-то. Из него как это потекло. И все это на снимках есть. У меня даже где-то стоит. Снимки есть. И оно такое тягучее, как лента. И его потом не могли от савальта отмыть. Такое зловоние пошло. Ветер. А пришли еще баптисты. И говорят, это что ж такое-то? Мы когда не видали-то. Ну что сказать? Что его угодья истребляют в человеке все доброе. Это говорит Нил Синайский. Вот внизу прочитаете. Пренебрегай лакомыми снедьями, потому что в скором времени они обращаются в ничто. И во время вкушения имеют великую цену. Употребление их сверхпотребности теперь порождает болезни. И в будущем подвергает ответственности на суде Божьем. Исидор Пелосиот. Ну вот так. Если не победишь чрево, эту госпожу, то всякое место будет тебе содействовать в приобретении бесстрастия. Если же оно будет обладать тобой, то до самого гроба ты везде будешь бедствовать. Ян Лествичник. Вот смотрите, сколько мес. Это вот Антоний Великий говорит. Пресыщенное чрево порождает семя сластолюбия. И дух, подавленный тяжестью пресыщения, не может иметь рассудительности. А он мне говорит, там рассудительность учит. Ибо не одно чрезмерное потребление вина делает человека безумным, но безмерное употребление пищи также расстраивает, помрачает его, лишает чистоты и непорочности. Чрево бесия нужно побеждать не только для себя, чтобы не вредило нам обременительной прожорливостью. И не для одного того, чтобы не разжигало нас огнем плотской похоти, но для того, чтобы не делало нас рабами гнева или ярости, печали и всех прочих страстей, а вафиона. Чревоугодие разделяется на три вида. Один вид побуждает принимать пищу раньше определенного часа, другой любит только присыщаться какой бы то ни было пищей, третий хочет лакомой пищи. Против этого христианин должен иметь троякую осторожность. Ожидать определенного времени для принятия пищи, не присыщаться. И третье. Довольствоваться всякой самой скромной пищей. Иоанн Касьян. И дальше Иоанн Златоуз говорит. Нет ничего хуже, ничего постыднее чревоугодия. И вот он уходит на меня и меня судит. А что он чревоугодник? Думаю, не надо догадываться-то, что это же не от того, что он воздухом дышал. Но у него так вот это, то, 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 то начинает говорить. Это болезнь такая, а он ест мало, крошечку одну. Но эту крошечку могли бы привить свиньям-то и коровам-то, чтобы они толстые были, не кормить. Чегоугодие делает ум тучным. Оно делает душу плотскую. Оно ослепляет и не позволяет видеть. Не готовимся ли мы принести себя в жертву, что так уточняем себя? Для чего уготавляешь ты червям роскошную трапезу? Для чего увеличиваешь количество жира? Для чего делаешь себя ни к чему не годным? Ясно дело, что он не сможет нигде работать, ни дрова колоть, ни яму копать. Какой он такой сундук жира? Для чего зарываешь душу? Для чего ограду ее делаешь толще? Подобно тому, как корабль, нагруженный более чем может вместить под тяжестью груза, идет ко дну, так точно и душа, и природа нашего тела, принимая пищу в размерах, превышающих ее силы, переполняется и, не выдерживая тяжести груза, погружается в море гибели и губит при этом и пловцов, и корчего, и штурмана, и плывущих. Святой Иоанн Златоус, Нил Синайский говорит, «Чем угодие сребляет в человеке все доброе». И дальше, Игнатий Бринчанинов, «От угождения шрева отягощается, грубеет, ожесточается в сердце, ум лишается легкости и духовности». Вот видно, что его ремень не сдерживает, стоит, и он на меня нападает, что сказал, не склоняться-то, а ему надо склониться, слопать все, что поставили. Как Крылов говорил, шесть блюд было, и после этого вставал и говорил, много ли человеку надо. Человек становится плотским. Корень всем грехам есть сребролюбие, а после сребролюбия – сребовгодие, сильнейшее и обильнейшее выражение которого – пьянство. Если будешь угождать чреву и излишне питать себя, то не извергнешься в пропасть блудной скверны, в огонь гнева и ярости. Отяжелишь и омрачишь, и приведешь свою кровь в разгорячение. Игнатий Бринчанинов. И вот на меня же наткнулся он, как хорошо это. Более подробно, я говорю, желающий это познать. Пусть советует прощесть невинной пруденции Лескова. И дальше, какие святые отцы, кто говорят. Вот так. Ну, кое-что просчитаете здесь все-таки. Это я ему послал. Переедающий грязет себе могилу своими зубами. И вот он напал, что сказал, к тарелке не склоняйтесь. К тарелке. Даже не придумай, что ли нарочно. Может, это сказал человек и не он. Я не знаю, ну, мне скинули, и я вот это делал, делал. Ну, и дальше наш видеоканал. Вот все новое выставлено. Это замки означают, я буду снимать. Снимать проповеди мои, события дня, жития, златоуста. Там мне выставляют. А вот благовестие. На благовестие наши ходили в воскресенье. Вот, 110 за два часа посмотрели. Там еще три ролика. Вот показать просто. Собрание было. Собрание. 92 просмотра. Отчетность, годовое собрание и выбор. Слуг Бога и народа. Вот. Из Польши. Вопросы по жизни. 119 человек. Для людей это мало, где там по 3 миллиона за какое-то высказывание. Тарелку, как сковороду чисти, там почти 2 миллиона у бабки. Ну, там прошли, а здесь касается людей. У нас один посетитель приравнивается их, к примеру, к миллиону. Ну, вот так. Ну, и во свете Библии наш православный библейский сайт. Очень и очень богатый. Милости просим. Ну, на этом сегодня все. Чем занимаюсь? Еще раз говорю. Должен голубей покормить. Кошки тут беспризорные. Вот. Все каждый день кормить их надо. Приходят сюда. Есть желание взять их в церковь, чтобы там они жили в тепле. Сейчас мороз уже начинается. Вот в субботу обещают 0, а в воскресенье 21 градус. Как они будут бедные? Мои-то в тепле. Ну, вот, может быть, сегодня я поймаю их и там будем кормить в тепле, чтобы в церкви были. Все, пока.